МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Дмитрий Напалков, и в эфире программа «Врачи» на общественном телевидении России. Программа, которая рассказывает о первых признаках различных заболеваний и о том, чем современная медицина может помочь в их профилактике и лечении. Сегодня тема нашей программы – экстракорпоральное оплодотворение. Бесплодие, связанное с гормональными причинами, зачастую успешно поддается лечению заместительными гормональными средствами. Однако при бесплодии, развившемся на фоне нарушения проходимости маточных труб и спаек в органах малого таза женщины, традиционные методы лечения, как правило, неэффективны. В этом случае на помощь приходят вспомогательные репродуктивные технологии, в основе которых лежит метод экстракорпорального оплодотворения, сокращенно ЭКО. Согласно статистике, частота наступления беременности в результате ЭКО составляет около 35%, однако у женщин старше 40 лет всего лишь около 15%. В чем же заключается процедура ЭКО? Как правильно к ней подготовиться? Какие проблемы подстерегают будущих родителей, решающих завести ребенка таким способом? Об этом и о многом другом мы поговорим сегодня в студии с нашим экспертом. Ирина Ивановна Витязева, врач-акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России. Здравствуйте, Ирина Ивановна. Здравствуйте. Сегодня тема нашей беседы – ЭКО или экстракорпоральное оплодотворение. Скажите, пожалуйста, как часто в настоящее время приходится прибегать к подобному способу помощи парам, которые не могут завести детей? На сегодняшний день можно сказать о том, что в России процент бесплодных супружеских пар достаточно высокий. Приблизительно каждая десятая супружеская пара репродуктивного возраста прибегает к экстракорпоральному оплодотворению. На сегодняшний день в России существует порядка 250 центров, которые занимаются как частных, так и государственных клиник, которые занимаются экстракорпоральным оплодотворением. И работа у всех есть. Давайте представим себе такую ситуацию. Пара приходит к вам на прием и говорит, мы с женой пытаемся в течение года завести себе ребенка, но у нас не получается. Давайте мы рассмотрим процедуру ЭКО. Что вы отметите такой паре? Прежде чем рассмотреть процедуру ЭКО, нам необходимо узнать три простые вещи, с которых начинается любое обследование любой супружеской пары, которая не может забеременеть в течение года. Один из самых важных моментов – это состояние спермы у мужчины. Второй момент – это проходимость маточных труб. И третий момент – наличие овуляции. Из этих параметров мы видим, что два параметра относятся к женскому фактору, и один параметр относится к мужскому фактору. И если в каком-то факторе у нас отсутствует то, что нам нужно, либо отсутствует овуляция, либо маточные трубы непроходимы, либо снижены параметры эвакулята у мужчины. И в этом случае мы можем разработать не только алгоритм действия в плане ЭКО, но в некоторых случаях мы можем предложить менее инвазивные процедуры, которые тоже относятся к вспомогательным репродуктивным технологиям, ну, например, внутриматочная инсеминация. То есть ЭКО не является сразу первой процедурой, которой мы предложим такой, в общем-то, молодой супружеской паре, у которой всего лишь один год бесплодного брака. Давайте, наверное, в нашей программе поговорим о сперматозоидах и о тех проблемах, которые могут быть именно с ними. У нас есть графический рисунок. Да, на этом графическом рисунке отображены основные параметры. Это количество сперматозоидов в одном миллилитре, подвижность сперматозоида и морфология. Количественная на сегодняшний день по данным ВОЗ минимальная концентрация – это 15 миллионов в одном миллилитре. Именно эта концентрация выбрана как минимальная, при которой в естественных условиях у пациентов может наступить спонтанная беременность. Подвижность сперматозоидов тоже имеет огромное значение. Вот этот сперматозоид у нас движется прямолинейно поступательно, а вот этот может кружиться вокруг своей оси. И, соответственно, такой сперматозоид не сможет оплодотворить, потому что он будет крутиться на одном месте. Но и морфология спермы, конечно, встречаются и двуголовые, и микроголовки, и макроголовки, и нарушение функции хвостика или жгутика, по-другому можно назвать, и патологии шейки сперматозоида. Такие сперматозоиды не участвуют в процессе оплодотворения. Это мужская составляющая часть бесплодия. А какие заболевания, состояния у женщин чаще всего приводят к его развитию? Это и миома матки, это и эндометриоз, это и воспалительные процессы. Это часто бывают самопроизвольные прерывания беременности, аборты по каким-то причинам, замершие беременности, внематочные беременности. То есть вот с таким багажом женщины к нам приходят в ЭКО. Ну, к счастью, современные возможности медицины позволяют решить проблемы у довольно большого процента бесплодных пар. Мне бы очень хотелось, чтобы мы нашим телезрителям рассказали, в чем разница между такой процедурой, как ЭКО, она на слуху, и, может быть, реже, так сказать, обсуждаемая, произносящаяся вслух процедура ИКСИ. Да, на данном слайде представлено два вида оплодотворения. Что такое ЭКО? Если мы это расшифруем, это экстракорпоральное оплодотворение. Если мы расшифруем это с латинского, то оплодотворение экстракорпорис, то есть вне тела человека. ИКСИ – это тоже ЭКО. ИКСИ – аббревиатура по-русски непереводимая. Она пишется с английского «интрацитоплазматическая инъекция единичного сперматозоида в аоцит». Вот то, что мы с вами здесь видим. Но это тоже ЭКО. Вот что такое ЭКО? Когда сперму мы получаем от супруга, мы выделяем фракцию активно подвижных сперматозоидов, которыми проходит раскапывание в луночке, где сидит яйцеклетка. При ИКСИ немножко ситуация другая. Когда используется оплодотворение методом ИКСИ? Тогда, когда невозможно создать концентрацию сперматозоидов, а концентрация на одну яйцеклетку минимально рассчитывается как 50 тысяч подвижных, морфологически нормальных сперматозоидов, то при ИКСИ мы не можем создать такую концентрацию в сперме. Эти сперматозоиды бывают единичные. Отобранный сперматозоид забирается вот в эту иголочку, прокалывается зона пилюцида, прокалывается сама лема, и сперматозоид внедряется в цитооплазму. Поэтому и то, и другое ЭКО. Только способы оплодотворения разные. Ирина Ивановна, давайте для наших телезрителей сейчас на доске нарисуем этапы экстракорпорального оплодотворения. Итак, давайте нарисуем этапы экстракорпорального оплодотворения. Хорошо. Сначала мы с вами схематически... Я изображу, что такое менструальный цикл. Мы с вами просто изобразим ось 28-дневного цикла у женщины в среднем. Мы с вами понимаем, что овуляция у женщины приблизительно в середине менструального цикла. На первом этапе, когда мы посмотрели на первый-второй день цикла женщины и выявили у неё отсутствие противопоказаний к проведению программы ЭКО, мы начинаем первый этап. Первый этап называется стимуляция овуляции. Для этого женщина в течение нескольких дней начинает получать препараты, стимулирующие рост и развитие яйцеклетки у неё в её яичниках. В стимулирующем цикле это гонадотропины. И второй препарат антагониста, если это короткий протокол, они подключаются у нас несколько позднее. И вот как раз эти препараты антагониста, гонадотропин, релизинг, гормонов, они сдерживают собственный пик ЛГ. И таким образом у нас, когда всё созревает и достигает этого хорошего размера 17-20 мм, мы назначаем так называемый триггер. То есть мы замещаем то, что должно произойти было у женщины самостоятельно в гипофизе. Триггер запускает овуляцию, и через 36 часов мы переходим на пункцию фолликулов. Как происходит забор яйцеклеток? Если мы с вами схематически изобразим матку, которая в норме имеет грушевитную форму, мы на разрезе нарисуем её полость. Она, как правило, треугольной формы. Мы не видим на ультразвуке неизменённые маточные трубы. Они тоненькие, они имеют раструб. Если мы говорим о физиологическом процессе, то оплодотворение происходит вот в этом месте, в ампулярном отделе маточной трубы. А вот здесь у нас находится яичник. Он, как правило, у нас стимулирован. И в нём множество хороших, больших фолликулов, которые называются преавуляторными. Для того, чтобы попасть в каждый фолликум, на вагинальный датчик ультразвуковой, мы должны надеть специальное приспособление и вставить в это приспособление иглу. Длина иглы приблизительно 35 сантиметров. Мы должны пройти этой иголочкой и попасть в фолликулу. На конце иглы у нас есть пробирочка, в которую собирается фолликулярная жидкость. Когда яйцеклетка созревает, то изначально она находится в так называемом яйценосном бугорке. Вот здесь. А вот это клетки, клетки-сателлиты, которые её окружают. То вот этот триггер, он запускает последний механизм созревания яйцеклетки. И перед пункцией так называемый аоцид-кумулесный комплекс, то есть яйцеклетка в окружении клеток-сателлитов, попадает свободно в фолликулярную жидкость. И это позволяет нам легко, аспирировав, получить эту яйцеклетку. А вот я хотел как раз спросить, а здесь уже созревшие яйцеклетки или им ещё можно пройти определённый путь? Здесь уже, как правило, вот когда размер фолликула большой, размер фолликула будет, ну, допустим, 20 мм, то, как правило, здесь зрелая яйцеклетка. Есть ряд пациентов, которым мы можем получить яйцеклетки незрелые. Как правило, эти фолликулы значительно меньше по размеру. Максимально это 12-13 мм, но в основном это 10-11. Пункция совершается точно так же, и мы получаем яйцеклетки, но не в таком виде, если мы видим зрелую аоцид-кумулесный комплекс. Мы представим вот так вот. Вот это клетки сателлиты, да, их много-много. Вот это яйцеклетка. То здесь мы получаем клетки незрелые. Клеточка мельче по своему объёму, и вот эти кумулесные клетки значительно меньше. Тогда эта клетка помещается в специальные условия, когда её можно дорастить так, чтобы она созрела и стала способна для оплодотворения. Для этого нужно пройти вторую фазу миоза. Зрелые яйцеклетки находятся все на второй стадии миоза. Эти пробирочки забирает эмбриолог, выливает в специальную чашечку с луночкой и ищет там вот этот аоцид-кумулесный комплекс, который в дальнейшем переносит в другую чашечку. Серия чашечек с культуральными средами, где вот скультивируются эти яйцеклетки. А как долго, собственно говоря, происходит дозревание уже яйцеклетки? Как долго мы можем ожидать её реального оплодотворения? И когда яйцеклетка уже оплодотворённая перемещается в материнский организм? Когда яйцеклетки отобраны, ну вот такая вот есть чашечка, четырёхлуночная чашечка. Вот такие луночки, в которых у нас сидят яйцеклеточки. Оплодотворение происходит ночью, как правило. А то, что делает эмбриолог через 4 часа после получения яйцеклеток, он обработанную сперму капает вот в эти луночки. Если мы раньше представляли себе, что вот они вот так вот тут вот налипают на неё и там окружают, и она иногда превращается в такую, знаете, вот такую мохнатую яйцеклетку, и она ещё кружится, потому что сперматозоиды машут хвостиками и вращают её. Ничего подобного. Оказалось, что они вот так должны прилипнуть к ней бочком. И один только туда проникнет, в эту яйцеклетку. Процесс длительный. Нельзя оплодотворить и тут же увидеть оплодотворение. Процессы, которые происходят внутри самой яйцеклетки, они требуют времени. Таким образом, через 5 дней женщина может прийти в клинику для того, чтобы ей подсадили эмбрион. Да, совершенно верно. Ну что ж, уважаемые телезрители, как видите, всё очень и очень непросто. И в клиниках, которые работают в самых различных регионах Российской Федерации, занимаются именно этим, соблюдая все этапы этого сложного протокола. О работе одной из таких клиник в сюжете из Волгограда. Сегодня в одной из клиник репродуктивного здоровья в Волгограде нам рассказали о современном методе решения проблемы бесплодия – экстракорпоральном оплодотворении. Или, как его проще называют, ЭКО. А также познакомили нас с уникальным аппаратом – эмбриовизором. Это развитие эмбриона и оплодотворения вне организма мамы. Суть программы заключается в том, что мы получаем аоциты, мы берём биологический материал женщины, берём биологический материал мужчины, проводим оплодотворение, у нас получаются эмбриончики, и дальше в инкубаторе развиваются наши малыши. Такая методика предполагает серьёзный подход к вопросу и мужчины, и женщины. А значит, совместное ведение и обследование обоих супругов вплоть до оплодотворения. Сегодня современная медицина позволяет воспользоваться и таким методом, как криоконсервация, о котором ходит так много слухов и домыслов. Это заморозка биологического материала и эмбрионов в программах ВРТ. Это позволяет нам сделать дальнейшие криопереносы малышей, это позволяет родителям стать повторно ещё раз родителями после успешной программы ЭКО, когда можно сохранить материал биологический как у мужчины, так и у женщины. Чтобы контролировать развитие эмбриона до его пересадки в организм мамы, существует новейшее оборудование – специальный видеоинкубатор. Эмбриовизор – это тип инкубатора, который позволяет нам наблюдать за эмбрионами 24 на 7. Грубо говоря, мы всегда видим, что происходит с эмбрионами, без того, чтобы доставать эмбрион из инкубатора и носить его в микроскоп. Суть в том, что таким способом врачи получают возможность видеть изображение растущего эмбриона в любой момент времени, а не только, когда эмбрион попадает под линзу микроскопа. Это очень важно, потому что бывают различные какие-то мелкие детали, которые мы могли пропустить. Мы их обязательно найдём, выявим и будем знать, какой перенести эмбрион лучше всего в день переноса. Таким образом, в течение 7 дней, которые эмбрион находится вне тела будущей матери, он всегда остаётся под контролем в ожидании пересадки. Ирина Ивановна, скажите, пожалуйста, а вот этот прибор, через который, собственно говоря, доктор смотрит и анализирует, что происходит с яйцеклеткой, как возникает эмбрион, это какой-то большой крупный микроскоп? На самом деле эмбриовизор – это одновременно и инкубатор, и встроенный в него микроскоп. Очень приятно сказать о том, что эмбриовизор – это прибор российского производства и с очень хорошим программным обеспечением, что позволяет сама методика таймлапс, она позволяет наблюдать эмбрион 24 часа, не доставая из инкубатора. Это очень хорошо, потому что не меняется среда окружающей эмбрион, не меняется температура, PH не меняется. Это хорошая разработка, которая помогает сегодняшним эмбриологам выращивать хороший эмбрион. А ещё есть такой термин – криоконсервация. Он каким образом относится к экстракорпоральному оплодотворению и в какой момент действительно важен именно этот этап процедуры? В программе экстракорпорального оплодотворения мы можем получить у женщин разное количество яйцеклеток. Соответственно, у нас на пятые сутки может быть и два, и три, и пять эмбрионов, и больше иногда эмбрионов высокого качества, когда образовались прекрасные бластоцисты. Перенести максимум, что мы можем – это два. Но последняя тенденция последних лет – перенос одного селективно избранного эмбриона. Значит, что мы должны сделать со следующими эмбрионами? Мы можем их заморозить. Заморозить? Мы можем их заморозить. Таким образом, супружеская пара может воспользоваться этими эмбрионами в будущем. Либо в том случае, если беременность не наступила, либо в том случае, если беременность наступила, они родили, и следующую беременность они уже планируют в криопротоколе. Что такое криопротокол? В определенный день менструального цикла женщины размораживаются эмбрионы и переносятся в полость матери. Я знаю, что вы, как и ваши коллеги, поддерживаете связь со многими вашими бывшими пациентками, которые как раз успешно завершили процедуру ЭКО. И расскажите нам, пожалуйста, об одном из таких случаев. Я думаю, что это будет достаточно демонстративно и показательно. Ну, это душевно для меня очень хороший пример. Например, когда родились дети, которые были названы, ну, как мне сказали в мою честь, это родилась двойня. Она родилась, когда я уже работала в эндокринологическом научном центре под руководством академика Дедова Ивана Ивановича. Первые дети, которые родились у нас в этом центре, назвали их Ирина и Иван. В общем-то, достаточно символично оказалось. Перенос был, Елене, сделан 9 мая. Тогда отделение ВРТ находилось на шестом этаже. И после переноса мы все дружно наблюдали полеты авиации над Красной площадью. И я сказала, ну все, это победа у нас, это должно у нас состояться. И действительно, через две недели мы получили положительный тест. Это было очень радостно для нас. Ну и через положенные 9 месяцев, 15 января, родилась наша долгожданная двойня, которую мы с очень большим нетерпением ждали. Елена сейчас живет во Владимире. Ее детям уже 11 лет. Наша съемочная группа побывала у нее в гостях. Давайте посмотрим наш сюжет. 11 лет назад в жизни Елены случилось, возможно, главное событие. Она стала мамой двоих детей, Ирины и Ивана. До этого счастливого момента в течение пяти лет в семье Елены и ее мужа тянулись дни ожидания, отчаяния и постоянного вопроса. Что делать? Я, конечно же, обращалась, вместе с супругом ходили по медицинским учреждениям. Здесь у нас по месту жительства. К сожалению, беременность так и не наступала, и я начала задумываться об ЭКО. Жизнь свела Елену с врачом Ириной Витязевой. И эта встреча развеяла все сомнения по поводу того, надо ли прибегать к такой процедуре. К сожалению, две попытки были неудачными, но мы не отчаивались. Я знала, что все равно все получится. Как бы я ей доверилась, я ей верила до последнего. И мы продолжили эту процедуру, уже сделали третий раз, уже в эндокринологическом научном центре. И с первой попытки там все получилось. Под руководством и наблюдением Ирины Ивановны Елена раз за разом проходила все необходимые обследования и полную подготовку к процедуре ЭКО. А затем наступила долгожданная беременность двойней. И пошли дни ожидания самих родов. К моменту рождения стало понятно, что Елене придется делать кесарево сечение. И предстоит наркоз. Когда мне сделали наркоз, я хотела видеть их. И я не уснула, я их увидела. Я вспомнила. Правда, слезы. И девочка, конечно же, это Ирочка. Спасибо Ирине Ивановне на все. Конечно, мы очень счастливы. Нам уже практически 11 лет. Спасибо большое Ирине Ивановне и всему эндокринологическому научному центру. Спасибо. Вы настоящие специалисты своего дела. Очень трогательный сюжет, на самом деле. Да, и для меня до сих пор. Для всех, без исключения. И слезы наворачиваются на глаза нашей героини, хотя прошло уже более 10 лет. Да. Ну, все-таки, чтобы понять, что это труд, а не просто чудеса, волшебная палочка или сказка, скажите, пожалуйста, в среднем, с какой попытки ЭКО обычно бывает успешным? И вообще, какой процент успеха при проведении этой процедуры? Я прекрасно понимаю, что в ряде случаев, к сожалению, есть и неудачи. Частота наступления беременности на сегодняшний день в нашем отделении около 40%. Это достаточно хороший процент наступления беременности. То есть вы понимаете, что 40% – это те женщины, которые в большинстве в своем случае забеременели с первой попытки. Но особую радость приносят те женщины, которые беременеют и с 5, и с 10. И даже с 25-й попытки. Скажите, пожалуйста, сколько сейчас, наверное, самому взрослому ребенку, собственно говоря, возникновение которого в появлении на свет вы принимали непосредственное участие? Порядка 30 лет, и он уже сам папа, родитель. То есть фактически я ЭКОшная бабушка. Прекрасно. Я на самом деле желаю от всей души вам, чтобы ваше добро, тот позитив, который связан с вашей медицинской деятельностью, он распространялся на как можно большее количество семей. И они так же эмоционально, так же позитивно и вдохновляюще благодарили вас и судьбу за то, что эта встреча позволила им завести долгожданного ребенка. Подводя итог нашей программы, хочется сказать, что медицина не стоит на месте и действительно позволяет делать почти что чудеса. Но всегда надо помнить, что за этими чудесами стоит реальный труд тех, кто хочет завести ребенка и хочет этого больше самой жизни. И труд таких профессионалов, которые позволяют это реализовать. Ну что ж, вот, пожалуй, и все, о чем мы хотели рассказать вам в нашей сегодняшней программе. И помните, что осознание своей болезни и готовность лечиться – это уже первый шаг навстречу к исцелению. С вами была программа «Врачи». Смотрите нас на канале ОТР.